Ирина Анатольевна, здравствуйте! Конкурс «Учитель года Алтая» проходит в несколько этапов. На заочном этапе происходит обобщение опыта работы, причем это публичное выступление. Далее выбираются 24 участника, которые будут принимать дальнейшее участие в очных мероприятиях. На очных мероприятиях каждый учитель показывает открытый урок в незнакомом классе по теме той школы, в которой конкурс проходит. Соответственно, тему учитель сам не выбирает. И воспитательное событие. То есть это как классный час, только ограниченное по времени. Это 20 минут мероприятия. И на основании этих двух конкурсных мероприятий выбирается 9 финалистов. После этого 9 финалистов показывают мастер-класс, показывая свою методику, делясь опытом с коллегами. И уже из 9 финалистов выбирается 3 лауреата. Последним конкурсным испытанием является разговор с учителем года, где педагогическая общественность, родители, учителя задают вопросы. И уже исходя из этого выбирается победитель. Расскажите о своем выступлении. Может быть, столкнулись с какими-то сложностями или наоборот, вам все было легко и просто? Для меня конкурс прошел очень волнительно, но как на одном дыхании. Я прожила этот конкурс с огромным удовольствием. И каждое конкурсное мероприятие мне давалось очень легко. Это и открытый урок. Когда я получила просто удовольствие от работы с незнакомыми детьми, я поняла, что я могла их увлечь своим предметом химии и показать, что химия может быть не сложной, а интересной и увлекательной. На воспитательном событии мы с учащимися 10 класса говорили о необходимости развития гибких навыков, таких как коммуникация. Это важно не только в повседневной жизни, но и в профессиональной деятельности в будущем. На мастер-классе я познакомила коллег со своей технологией. Называется она «Многомерная дидактическая технология». Может быть, для непрофессионалов, не учителей это звучит очень сложно, но именно данная технология позволяет мне все разложить по полочкам и сделать предмет химии очень легким для усвоения. И мой опыт был высоко оценен педагогической общественностью. Коллеги меня поняли, услышали, и я знаю, что мой опыт будет ими в дальнейшем использоваться. Что Вы ожидали от конкурса в личностном и профессиональном развитии? Участие в конкурсе становится мощным стимулом для развития и самосовершенствования. Еще на начальном этапе подготовки конкурса, когда осуществляешь самоанализ своей педагогической деятельности, ты видишь свои сильные стороны и понимаешь, над чем еще нужно поработать. И принять участие в этом конкурсе, это, конечно же, огромная удача, потому что ты видишь, как работают другие коллеги. Ты черпаешь опыт от них, ты видишь новые приемы организации учебной деятельности, есть возможность увидеть фишки других коллег. И я на конкурс шла, конечно же, за этим, получить профессиональный опыт, новый опыт. Конечно же, мне хотелось достойно представить свой педагогический опыт на городском и краевом уровне. И так как этот опыт был высоко оценен педагогической общественностью, мне это очень приятно и хочется расти дальше в профессиональном плане. Все-таки оправдались Ваши ожидания? Можете поделиться какими-то новыми педагогическими находками? После участия в конкурсе ты понимаешь, сколько нового интересного ты можешь еще внедрить в свою педагогическую деятельность. И главное, ты вдохновляешься новыми людьми, появляются силы, тебе хочется пробовать новое, творить, работать, чтобы у детей загорались глаза. После участия в краевом конкурсе «Учитель года Алтая» я точно буду использовать сервис «Пликерс», который позволяет с помощью мобильного устройства, мобильного телефона учителя быстро получить обратную связь от класса или другой аудитории. Также можно осуществить мобильное голосование или провести фронтальный опрос очень быстро. Можете более подробно об этом рассказать, как эта схема действует? Я пока увидела, как это работает только на уроках, буду изучать этот вопрос. И надеюсь, что в следующем году я смогу уже выйти с этим вопросом на методические объединения, поделиться этим опытом с коллегами школы и города. Ирина Анатольевна, были ли у вас наставники на конкурсном пути? Конечно же, на протяжении всего конкурса методическую поддержку мне оказывала администрация школы. Это и директор Лабуренко Татьяна Михайловна, и заучи Ефарова Луиза Сергеевна, Вастрякова Гелена Николаевна. А также мне они оказывали и психологическую поддержку. Потому что участие в конкурсе – это очень волнительно, это эмоционально бывают сложные моменты. И очень важно, когда в тебя верят и говорят теплые слова, слова поддержки. Также методическую, организационную, информационную помощь мне оказывали специалисты информационно-методического центра нашего управления образованием, за что им огромное спасибо. Как думаете, после ваших побед изменится ли как-то ваша профессиональная деятельность? Однозначно могу сказать, да. Я и ранее выступала на школьных мероприятиях, на городских методических объединениях. А теперь я вдвойне понимаю, что я должна делиться новым опытом. И мне это нравится, поэтому я жду приглашения на методические мероприятия города, края, где с удовольствием расскажу о своих находках, о находках педагогов, которые я приобрела, увидела в рамках конкурса. Ирина Анатольевна, как считаете, в чем все-таки секрет вашего успеха? Наверное, в том, что я люблю свою профессию, люблю предмет, который преподаю, и люблю тех, кому преподаю. А еще каждый конкурсный день, конкурсное испытание я прожила на высоком эмоциональном уровне, максимально погружаясь в конкурсные события, получая от этого удовольствие. Удовольствие от общения, удовольствие от нового опыта. Все-таки вы учитель химии, а химия, как известно, не всем дается легко, а кому-то вообще, может быть, не дается. Вот расскажите вообще о химии. Химия – предмет на самом деле очень сложный. Но мы живем в мире веществ, и независимо от того, с какой профессией будет связана будущая жизнь выпускника, он должен знать минимальные знания по химии. Я преподаю с этой точки зрения, и независимо, какой класс – химико-биологический, социально-экономический, физмат – я стараюсь привнести именно связь химии с жизнью человека, показать эти знания. Ну и, конечно же, у меня есть приемы, которые я использую, которые позволяют очень сложный материал для учащихся сделать доступным. Как я это называю, я могу разложить все по полочкам. Мне это удается. И в завершение хочется спросить, что бы вы порекомендовали будущим участникам конкурса? Верить в себя. Каждый педагог, который увлечен своей профессией, уникален, многогранен. И, поверьте, вам есть чем поделиться с педагогической общественностью. Верьте в себя, и у вас все получится. В Бийске очень много талантливых и целеустремленных людей. Поэтому мы с Ириной Анатольевной желаем всем как можно чаще участвовать в конкурсах и проявлять себя. А на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе.